Коль, скажи, тебя можно было увидеть, насколько я понимаю, только там в Казани на SEO-конференции. Ты сейчас в блокчейне. Чем занимаешься? Мегаиндекс существует, мы же здесь работаем. Все существует, все развивается. На самом деле год был достаточно насыщенный на какие-то технологические изменения. И могу сказать, что конференции действительно какие-то интересные сейчас для меня, по крайней мере, в каком-то формате найти тяжело. В Казань действительно съездил, потому что я считаю, что там собирается достаточно большой объем интересных людей, с которыми интересно пообщаться. Не так я сейчас люблю много выступать, связанное с тем, что есть достаточно много проектов, которые требуют погружения. И на мой взгляд, если ты хочешь хорошо заниматься проектами, невозможно выступать на конференциях, это достаточно сложно. Поэтому мое отношение к конференциям достаточно сильно изменилось. Хотя, конечно, мероприятия есть, есть интересные. И я посетил в этом году конференции не только по интернет-маркетингу. Есть классные вот ивенты были по блокчейну. Например, Cryptospace недавно в Сколково проходил, там 3000 человек. Достаточно интересный формат. Передовых, те, которые хотят быть впереди дружи. Да, и фактически конференции, которые проходят практически полностью на английском. Поэтому есть действительно интересные события, которые происходят. И понятно, что есть какие-то технологические изменения на рынке. Есть изменения на рынке маркетинга. Есть изменения на рынке вообще технологий. Вот, например, там, понятный последний хайп с блокчейном, да, который, на мой взгляд, огромное количество людей даже из нашей сферы перетянул на занятие новыми технологиями. Хорошо это или плохо, не знаю. Я знаю людей, там, из нашего рынка. Вижу, что те, кто раньше занимался, например, продвижением сайтов, сейчас открывает, там, ICO под какие-нибудь, там, сумасшедшие идеи. И, как бы, вроде как бы у всех это работает, но я бы эту тему не стал переоценивать и, как бы, не стал бы уподобляться каким-то модом, да. То есть, мне кажется, надо заниматься тем, чем ты занимаешься, и тогда в долгосрочной перспективе тебя ждет стабильный хороший рост. Потому что, как бы, все хорошо, но хорошо заниматься тем, что ты умеешь, и тем, что тебе нравится, да. Коль, я тут захожу на сайт b1.ru, пытаюсь посмотреть, на каких позициях мой сайт, оп, а он меня перекидывает на мегаиндекс. Это что такое? Ты прям собираешь все, что вкусное на рынке есть, и свою копилку? У тебя же проектов просто огромное количество. b1 я купил в том году, когда это был проект, по сути, в заброшенном состоянии, да, и за год мы его создали достаточно популярным сервисом. Там есть несколько неплохих продуктов, которые позволяют быстро анализ сайта произвести, и мы его позиционируем как отстройку от мегаиндекса, которая позволяет оперативно произвести быстро анализ сайта, сделать это бесплатно, не беря денег за постоянную подписку, как это делает мегаиндекс. Да, немножко в вырезанном функционале, но если ты хочешь, соответственно, получить какой-то развернутый анализ, то ты уже можешь перейти в мегаиндекс, заплатить подписку, и тогда уже получить полный анализ. На самом деле, такие проекты нужны, там есть достаточно большой спрос на это дело. В B1 более 10 тысяч пользователей ежедневно, и, ну, наверное, это как бы востребованный проект, мы его планируем развивать и дальше. Есть несколько направлений, в которых мы будем двигать, это не только анализ, это и различные технологические штучки, которые будут позволять помогать специалистам работать. В общем-то, там, на самом деле, неплохой проект, на мой взгляд, получится, и дальше мы будем его только развивать. Мы хотим там выстроить экспертную платформу для подбора инструментария, и, в общем-то, еще есть несколько там достаточно интересных технологических задумок, которые будут реализованы. Я думаю, что следующего года нам для этого хватит, чтобы что-то реализовать. Ну, а сам мегаиндекс, конечно, он остается, там, пожалуй, наверное, как бы одним из крупнейших технологических решений для поисковой оптимизации. Это одна из крупнейших и баз ссылок, и баз поисковой видимости, и, в принципе, достаточно много мы продуктов сделали. Ну, я не могу не отметить, даже вон, общение в Фейсбуке, ты иногда там появляешься, какие-то вбросы делаешь, друзья там с помощью мегаиндекса начали отыскивать старые домены, которые вот можно уже взять себе под проект, развивать. Там ребята прикупили несколько там доменов, и они их обратно разворачивают. Ну, я могу, да, сказать, что вот, например, допустим, по-моему, тема с дроп-доменами запустилась месяц назад. Такая штука требовала, во-первых, данных о ссылочном графе, которые стоят на сайте. То есть мы знаем, что какой-то домен может быть свободен, но на него есть ссылки. Мы знаем, что этого домена могли быть или есть на текущий момент еще какие-то позиции, и такие домены мы можем отбирать. То есть, имея данные о ссылках и о поисковых результатах, то мы можем, в принципе, такие сервисы строить, и, естественно, подобная штука помогает достаточно сильно. Есть много наших пользователей, которые, я знаю, там неплохие домены себе такими способами отобрали. Ну, это же называется, как сказать, прийти во вчера и купить готовый уже продукт практически, да? То есть тебе не нужно выращивать. Ну, ты знаешь, тема с покупкой дроп-доменов, она там уже существует столько же, сколько примерно, наверное, рынок SEO, да? И это совсем старая история. Просто на российском рынке, по-моему, нормально не было решений, которые позволяли бы это делать удобно. Как бы на Западе это, в принципе, уже давно есть. Но вот здесь, наверное, одна из ниш, которую мы помогли как-то решить. Я могу сказать, что это было докладами на нескольких конференциях квартирников у Нарижного Дениса. Как раз на F1. Вот обсуждали дропы, как его восстанавливать, подтягивать. И ты, я так понимаю, с мегаиндексом даешь вообще новый виток развития. Прямо, ну, заново практически, ну, почти вот выращиваем новый рынок. Очень здорово. Ну, я могу так сказать. Наверное, я бы не сказал, что как бы рынок принципиально от этого изменится. Потому что, ну, допустим, раньше подобрать хороший дроп домен было сложно. Сейчас, допустим, при помощи нашего функционала это сделать проще. Но изменится лишь то, что хороших свободных доменов будет меньше. Ну, да. То есть, как бы понятно, что все самые слитки будут быстро выкупать, выбирать. И там, да, вначале мы когда-то сервер запустили, можно было купить домен там ститсом 200 и взять его свободным, зарегистрировать. Сейчас, наверное, так сделать уже точно нельзя. И, да, действительно, немножко изменился там ландшафт вот этой вот всей структуры рынка. Но ничего страшного нет. Понятно, что при том, когда ты приходишь на рынок с любым продуктом, ты его меняешь. Да, если ты рынок не меняешь, то и продукт, скорее всего, твой не нужен. Поэтому запуск какого-то продукта на рынке должен означать его изменение. И, соответственно, что-то должно на рынке принципиально измениться относительно той проблемы, которую твой продукт решает. Вот, в принципе, пожалуй, наверное, здесь одна из тех ниш, где это частично произошло. Я понял. Коль, скажи, ты вообще очень активно смотришь все, что происходит в Европе и в Америке. Очень многие твои сервисы, ты просто-напросто увидел, что есть рынок, рост, ты, ну, там, не клонируешь, не клонируешь. То есть ты адаптируешь под российский рынок и запускаешь. Можешь сказать, что последнее вот сейчас вот интересного такого трендового происходит на американском рынке, европейском? Что было бы интересно нашим вот зрителям? На что обратить внимание? Ну, ты знаешь, я могу так сказать, что, наверное, весь рынок сошел с ума относительно блокчейна. Ну, это безусловно. Я бы сказал так, что там есть несколько разумных идей, на мой взгляд, которые есть, и они могут быть применены, на самом деле, и в рынке поисковой оптимизации. В частности, все, что подразумевает бизнес с транзакциями, это там уровень партнерских программ, уровень взаимодействия с лобмастерами, все это может перейти в блокчейн отчасти. Ты имеешь в виду, это как вот просто запуск, ну, вот как вот, я не знаю, там, планета, то есть вот, ну, предзаказы вот это вот. Ну, все, что можно токенизировать, например, как бы, переход по ссылке, переход по какому-то рекламному материалу, система взаиморасчетов между заказчиками и исполнителями, да, вот все это, в принципе, может так или иначе перейти в блокчейн. Насколько это будет серьезно востребовано и насколько это упростит жизнь, пока мне до конца не очевидно, да, но какие-то проекты из этого могут вырасти. Что касаемо самого маркетинга, я не думаю, что здесь какие-то принципиальные изменения быть могут, потому что все рекламные инструменты, на мой взгляд, на рынке уже сформированы. Как мы знаем, на долю Google и Facebook приходится там более 80% рекламных денег в мире, и, наверное, за остальные единицы процентов борются, по сути, там, огромное количество компаний, каждый пытается что-то сделать, но рынок рекламный сформирован. Если говорить о больших бюджетах, то все они идут в понятные компании, да, то есть это Google и Facebook. Ну, в России это там, условно, еще Mail.ru, Яндекс, да. Да, ну, Mail, да, соцсети для себя. То есть, по сути, каких-то других прям рекламных каналов, которые можно использовать для того, чтобы продвигаться, их немного. И, наверное, я думаю, что дальше соотношение будет еще более сложным, то есть маленьким компаниям будет еще сложнее что-либо делать, и, собственно, вот такова структура. Крупный бизнес, он будет еще более крупным, это понятно. Вот, как бы, как в этой ситуации жить, там, мелким сайтом, ну, каким-то людям, которые привыкли, там, задешево что-то продвигать и получать результат, ну, я думаю, что не очень просто. Я думаю, что нужно искать какие-то принципиально новые подходы. Я в бизнесе смотрю так, что есть какой-то слонг, тема в начале хайп. Хайп в SEO, наверное, я отношу это где-то, там, 2005 год. С момента постепенно стабилизируется, перерастает и дальше начинает постепенно стабилизироваться, находиться на каком-то месте. Возможно, чуть затухает, возможно, чуть растет. Наверное, хайп в рынке SEO прошел, и нужно искать какие-то новые точки роста, которые, как бы, позволят расти значительно более эффективно. Никто не спорит, что SEO, наверное, в том виде, в котором есть, оно будет очень долго существовать, и оно, естественно, никуда не уйдет. Это стандарт взаимодействия с аудиторией, стандарт поиска аудитории, и все сводится лишь к тому, что, на мой взгляд, услуга SEO, она становится примерно такой же услугой, как, например, бухгалтерское обслуживание. То есть она должна быть, она имеет какой-то понятный процесс, она имеет понятные тарифы, понятный продукт, и я бы не стал про нее говорить, как какой-то там волшебной палочки. В принципе, то же самое я бы отнес ко всем маркетингу. То есть, ну, как бы, есть, де-факто, отработанные процессы, да, как бы, они все понятны. Нужно для любого бизнеса их применять, уметь применять хорошо, и за счет определенного масштаба экономить на издержках, экономить на, как бы, том, чтобы делать это максимально эффективно, и, как бы, добиваться результата дешевле. Вот, в принципе, на мой взгляд, все, что здесь может быть. Появятся ли какие-то новые каналы медиа, которые будут дешевле и доступнее для привлечения аудитории? Ну, безусловно, какие-то будут появляться. Как бы, безусловно, это, там, в какой-то момент это, например, было Авито. Да, как бы, сейчас Авито уже, там, условно, стоит дорого для всех. В какой-то момент это же было дешево, и на тот момент уже контекст стоил дорого, да. Там, Инстаграм, тот же самый, Ютуб, да. Наверное, год назад там были значительно меньше бюджета, чем сейчас, и это можно было использовать достаточно дешево. Сейчас уже тоже, в принципе, бюджеты Ютуба, Инстаграма достаточно большие. Какие новые медиа будут появляться сейчас, которые можно использовать? Ну, думаю, безусловно, например, сейчас самый растущий Телеграм. Телеграм-каналы очень достаточно растут, да. То есть, наверное, там, запуск Телеграм-каналов один из трендов от конца этого года, и, наверное, 2018-го будет. Возможно, каналы в других мессенджерах также. Возможно, каких-то приложений под эти мессенджеры. И, ну, создание каких-то таких сообществ, пабликов, оно будет, в принципе, капитализироваться неплохо. А ты имеешь в виду Телеграм, это как отдельное взаимодействие, взаимодействие или же именно как мессенджеры, канал взаимодействия? Как создание сообщества. То есть, ты создаешь какой-то свой канал относительно твоей тематики, да, туда привлекаешь лояльную аудиторию и либо же используешь это как рекламную площадку для, там, соответственно, твоих рекламодателей, либо продвигаешь себя или свой продукт. В принципе, как бы, как один из самых быстрорастущих трендов, он очевиден. Я думаю, что он будет дальше использоваться. Хотя я бы его тоже не переоценивал. Мы все знаем, какой был хайп относительно ботов. Все говорили, что боты заменят интернет, по сути. Ты в ботах будешь заказывать все, будешь с ними общаться. По факту этого не произошло. И, как бы, наверное, в Телеграм-каналах тоже не все удобно, да, и не все доступно. Да не все еще и знают, что есть Телеграм. То есть следующая большая тема, наверное, это, так скажем, какие-то умные помощники. То, что мы знаем сейчас Яндекс делает, да, у нас помощника там. То, что мы знаем, что есть там Apple, Google, да, какие-то системы голосовых помощников, которые тебе могут позволять что-то найти, что-то заказать, что-то сделать. Я думаю, что люди научатся под них оптимизировать, научатся делать так, чтобы в них можно было что-то находить. Ну, естественно, там на старте… То есть голосовой поиск и вот консерв такой, да? Частично, да, это будет граничить с поисковой оптимизацией. Там, наверное, будет аудитория тоже дешевле. Возможно, она будет востребована. Ну, и в конечном итоге, я думаю, что все придет к тому, что скоро роботы будут общаться с роботами. То есть там твой холодильник будет заказывать еду в магазине сам, и магазин будет ее автоматизированно доставлять. То есть, наверное, мы идем к этому, да, и те алгоритмы, которые будут у нас работать эффективно, да, те алгоритмы, которые будут позволять это хорошо делать, будут зарабатывать деньги. Я думаю, что мы на этом пути движемся. Сколько времени для этого потребуется? Ну, наверное, это несколько лет. И по этому пути надо идти, смотреть, какие там технологические точки роста есть, и, собственно, в них вкладывать и развиваться. Поэтому, если в таком ракурсе рассматривать, я думаю, что все будет хорошо у всех. Я понял. Коль, скажи, вот я был в этом году в Синергии Global Forum, Олимпийский собрали, Григорий Оветов. Майк Тайсон выступал на 20 тысяч аудиторию. И там выступал еще сын Стивена Кови, который «Семь эффективных привычек», там одна из известных бизнес-книг по мотивации. Сын написал «Быстрое доверие», то есть коммуникация, и без доверия не получается никакого ни бизнеса, никакой продажи, просто не существует. То же самое в свое время, когда приезжал Джордан Белфорд, это вот Волк с Wall Street, он говорит, три там вещи, которые надо. Первое — доверие к тебе, второе — доверие к компании, третье — доверие к продукту. Но опять же доверие. Я хочу тебе задать вопрос такой. Есть огромный рынок, ты сказал там Mail Group, Яндекс, Гугл, а есть огромный рынок — это лидеры мнений и блогеры. И вот через блогеров, через Инстаграм можно сделать так, что какой-то продукт показывается, и он становится модным, трендовым, быстропродающим. Вот, вопрос к тебе. Как ты считаешь, рынок этот большой, маленький, имеет смысл там мегаиндекс смотреть в эту сторону? Потому что вот можно купить большую рекламу, а можно вот одного актера, например, познакомились в Олимпийском, который играл там в Чернобыль 2, вот он, Инстаграм, 800 тысяч человек. Пожалуйста. Я думаю, что на самом деле нет смысла разделять сейчас Инстаграм, например, и телевизор уже, или Ютуб и телевизор. Да, это вот уже... То есть ты берешь медийную персону. Медийная персона, в принципе, по цене сопоставима сейчас, что на телевизоре, что в Ютубе. А как бы если у этой медийной персоны контент целенаправленно относится к твоему продукту, к твоему бренду, почему бы и нет, это можно использовать. Но это лишь Ютуб или Инстаграм, это сейчас, я считаю, что просто исключительно средство доставки контента. И не нужно ее как-то там пытаться переоценить как принципиально что-то новое. То есть, ну, телевизор перемещается в Ютуб. Да, это нормально. Так сейчас происходит. Мегаиндекс будет что-то делать интересное? То есть вот сейчас есть клиенты, которые хотят, то есть связующее звено между блогером, лидером мнений и клиентом, который хочет вот это дело попробовать. Я не думаю, что мы в этом направлении будем что-то делать, потому что мы работаем над технологическими проектами. Здесь все-таки важно коммуникативная составляющая, важна составляющая креативная. То, что каждая коллаборация, интеграция требует креатива. Выступать как площадку, которая коммуницирует N-блогеров с X-клиентами, ну, наверное, можно, но как опыт показывает, что все равно такой продукт не очень нужен, не очень востребован. Но давно пытались, собственно, такие продукты все создавать, и я не очень верю в его перспективы. Хотя, может быть, опять же, тема с блокчейном позволит выстроить репутационные какие-то связи, выстроить здоровую рыночную ситуацию так, что она будет просто на другом уровне построена. То есть, возможно, будет какая-то там крипто-токен, который будет позволять вот эти взаимодействия на другом уровне просто выстроить. На уровне смарт-контрактов, например. Но не знаю. Я думаю, что не стоит подавляться всегда модным тенденциям. Надо заниматься в том векторе, в котором ты понимаешься, и как бы в нем реализовываться. У нас нет заточенных технологий под то, чтобы можно было там улучшить. Поэтому я думаю, что нет. Понятно. Я еще в прошлом году, Коль, тебе задавал эти вопросы, вспоминал эту песню «Вкалывают роботы, а не человек». Скажи, вот уже год прошел, сколько роботов сейчас работает на тебя? То есть, у тебя же там все автоматизировано, все посчитано, все крутится-вертится. Ты считал, сколько роботов на тебя работает? То есть, чтобы делать полезное вот тем всем заказчикам, которые заказывают. Понимаешь, каждый минимальный алгоритм это по сути робот, поэтому нельзя посчитать, сколько таких вот базовых алгоритмов у тебя есть. Если ты решаешь любую задачу, там от уровня, распарсить текст до уровня, решить большую сложную задачу, в принципе, все это роботы. И сколько их, ну, конечно, на каждом этапе их много. Какую долю работы они решают? Ну, наверное, большую. Понятно, что без роботов мы бы не смогли там большинство задач решить. И на мой взгляд, как бы просто развитие стоит в том, что уже надо понимать, что без этого двигаться дальше нельзя, и нужно это развивать и использовать. Как быть, кто лучше будет это использовать, тем лучше, соответственно, будет этот продукт развиваться. Кто сможет это пропустить через себя и выдать результат на клиента, правильно? Я считаю, что вообще парадигма социальная в принципе изменится достаточно сильно. Если сейчас мы имеем, условно говоря, большой пласт людей в элит, которые управляют, условно, большой массой населения, то я думаю, что в дальнейшем принципиально будет очень узкая элита, которая управляет искусственным интеллектом и роботами, которые в последующую очередь эти роботы управляют уже, собственно, всем населением, массами. То есть это принципиально изменит вообще социальную структуру и принципиально изменит социальное вообще понимание экономики. Поэтому, наверное, создание таких искусственных интеллектов и алгоритмов, оно в принципе принципиально изменит вообще всю цивилизацию. Николай, а давай представим себе, что ты живешь, например, тебе там 17 лет всего лишь, ты только заканчиваешь школу, пускай даже 9-10 класс. У тебя есть только интернет, выход в интернет. Ты хочешь завоевать весь мир и выбрал, например, SEO-продвижение, и у тебя есть, например, он получил в подарок два месяца пользования мегаиндекс твоим вот этим ресурсом. Вот как студенту или школьнику, 9-класснику стать агентством использовать только твой мегаиндекс? То есть можешь рассказать преимущества? Я бы не пошел в интернет-маркетинг сейчас. Не пошел бы. Я бы начал заниматься другими вещами, например, биотехнологиями. То есть, на мой взгляд, там серьезное будущее, технология изменения генома и прочего. То, что стрельнет, на мой взгляд, в ближайшие 20-30 лет. Это принципиально, в принципе, может изменить вообще общество и все. В чем у нас и разница-то? Поэтому я думаю, что интернет-маркетинг это уже не та сфера, которая будет расти в разы. На мой взгляд, заходить нужно в ту сферу, которая растет в разы. То есть мы понимаем, что рынок интернета будет расти сейчас в пропорциональной экономике, скорее всего. Сейчас уже даже крупнейшие наши компании, Яндекс, Мейл.ру, они не растут в разы, они растут на проценты. И я думаю, что заходить нужно только в ту тему, которая действительно растет очень быстро. Например, понимаю, что те, кто, допустим, зашел год назад в блокчейн, там все, допустим, неплохо заработали. И если такие темы появляются, в них можно заходить. Если ты просто хочешь что-то продвигать, что-то делать, какой-то небольшой бизнес можно построить. Можно построить за большой период времени даже более-менее успешный бизнес. Стоит ли этим заниматься? Если есть желание, наверное, этим стоит заниматься, тем не менее. Но я считаю, что с пониманием того, что я уже во многих проектах что-то поделал и поработал, я бы занимался только теми проектами, где рынок растет в разы в течение года. Понятно. Коль, тогда скажи, есть российский рынок у мегаиндекса, а есть европейский. Там, насколько я понимаю, какие у тебя планы, перспективы, что получается, что не получается. Получается конкурировать с западными вообще? Ну, я могу сказать, что пока это тяжелый рынок для нас. Как бы нет больших успехов у мегаиндекса на западе. И там есть серьезная конкуренция. Я не могу сказать, что там наш продукт прям кому-то очень нужен. Но мы над этим работаем. Я думаю, что мы сможем тренд сломать. Сможем как бы что-то придумать новое. То есть, на мой взгляд, чтобы выйти на запад, нужна принципиально какая-то новая фишка, которой там нет. Она может быть очень маленькой, но она должна быть новой. И вот с этой новой фишкой, которая будет всем нужна, я надеюсь, что мы сможем в следующем году выйти и действительно сделать ее популярной. В смысле стать лидером? То есть, я не верю в то, что можно зайти с существующим уже на рынке, с существующей на рынке технологии и сделать ее лучше. Это дорого, сложно и в реальной рынке стартапов, наверное, практически нерешаемо. Но можно зайти с принципиально каким-то новым решением, с новым каким-то решением проблемы, которое сможет какие-то проекты изменить. Я считаю, что если ты делаешь какой-то проект, он должен на рынке кого-то убивать. То есть, нужно понять, запустив свой продукт, почему мы, какие-то компании должны будут умереть или уйти с рынка. Как только мы сможем этот продукт найти, мы, я уверен, очень кровожадный. Такова реальность стартапов. Нужно будет понять, что именно будет таким таргетом. Пока я не готов сказать, что именно мы запустим, но это точно не должно быть тем, что есть сейчас у всех. Понятно. Что будет в 2018 году? Что нашим SEO-шникам, мастерам вообще делать? В какую сторону смотреть? В какую сторону копать? Я бы, наверное, занялся тем, чтобы просто работал, выстроил свои процессы и занимался образованием непосредственно. То есть, это то, что будет в любом случае всегда приносить результат. и работа с клиентами, если, допустим, мы работаем с клиентами, она будет в любом случае непростой. К этому надо готовиться и знать, что бизнес, в принципе, тяжелый. Поэтому, если вы им занимаетесь, то занимайтесь и старайтесь сделать его эффективнее. Ну, супер. Отлично. У тебя пару минут славы. Что ты бы хотел пожелать своим клиентам? Пожелать я бы хотел, на самом деле, просто удачи в новом году, здоровья и сил на все эти начинания, которые вы хотите реализовывать. Потому что, если у вас это все будет, скорее всего, вы сможете добиться принципиально чего-то нового. Я думаю, что нужно не бояться делать какие-то нестандартные решения, не бояться делать то, что вы, возможно, никогда бы не сделали. Только таким способом можно добиться каких-то принципиальных прорывов и, наверное, стоит этим принципиально заниматься. Ты сказал, например, про синергия Global Forum, что туда приходит куча предпринимателей, и все такие мероприятия нацелены на то, что, чувак, ты должен заниматься бизнесом, иди попробуй, у тебя все получится. Но на мой взгляд, вообще не всем это нужно. Нужно понимать, принципиально лежит ли расположение к тому, чтобы, например, заниматься каким-то проектом. Безусловно. Потому что, на самом деле, среди таких проектов есть и успешные кейсы, безусловно, есть и полно неуспешных, когда люди, условно говоря, продают сначала машину, делают бизнес, потом продают квартиру, делают бизнес, а потом говорят, ну, чувак, ну не получилось как бы. Без машины, без квартиры. То есть, я бы на самом деле, я считаю, что, конечно, нужно пробовать, но заниматься тем, что получается, тем, что нравится, и, в принципе, только в этом случае, наверное, получится сделать какие-то приличные достижения. Супер. Ну, от Юрия Михайловича совет такой, что расскажу вам небольшую притчу, которую я люблю рассказывать, она на меня очень сильно повлияла и позволяет достигать результатов. Японский самурай вышел из деревни, пошел учиться у всех мастеров стрелять из лука. Где-то обучался 10 лет, возвращается, уже научился стрелять, стрела в мишени, в точке, он попадает в стрелу, прям феноменально возвращается в свою деревню и смотрит, не понимает. На деревьях, на домах, стрела, прям точно в центре. Он говорит, кто же, кто же это все делает? Кто же это так все делает? Вот. Получается так, что позовите мне своего клиента, вернее, не клиента, кто это так делает, мастера. К нему приводит 8-летнюю девочку, говорит, вот это она. Говорит, я не верю, как ты научилась этому? Дяденька, все очень просто. Вот берете, смотрите, стрела, натягиваете, в дерево попало. Ну а теперь самое главное, правильно рисовать мишень вокруг стрелы. Мораль тут в чем? Вы берете просто клиента, его потребности, и начинаете его просто раскачивать, ушатывать там, ну то есть, понимаете, что ему важно, что для него полезно, и вокруг него выстраиваете вот всю вот эту стратегию продвижения и так далее. Делаете, работаете. Окей, Юрий Михайлович, ну еще что могу сказать? По нашим проектам, да, хотелось бы немножко рассказать о все-таки там наших акциях, которые сейчас есть. Новогодние, жги, что делали. Да, конечно, да, то есть на Мегаиндекс можно купить подписку со стоимостью 50%, да, всего лишь. Мы запустили, на мой взгляд, интересный продукт. На один месяц или на несколько? На один можно купить. На один, так. Вот. Мы запустили классное решение, на мой взгляд, на проекте Profit Task, который позволяет теперь создавать биржу заданий на простые рекламные действия. То есть, на мой взгляд, это тоже принципиально может изменить ландшафт рынка в России по рекламе, то есть, если есть какие-то простые действия, которые нужно делать для SMM, для… А там сколько стоимость там или… В том-то дело, что это биржа, она позволяет зависеть от сложности заданий, ну, задавать свою собственную цену и получать исполнителей. То есть, на мой взгляд… А, то есть, мне нужно там 30 каких-то действий, я ставлю там такую-то стоимость. Ну, да, и ты балансируешь относительно там той стоимости, за которую… Купили, не купили, получил и результат. Вот. Поэтому, то есть, вот это одна из тоже новинок, которые мы сейчас запустили. Мы, в принципе, достаточно много еще там продуктов, относительно которых у нас есть много чего развиваем. Это все наши там старые решения, там сервис работы с подсказками в подсказке.ru, серклик.ru. Подсказки вообще рулят? Подсказки рулят, конечно, безусловно. Ну, в принципе, на самом деле, все, что было и год назад, все то и работает, да. То есть, там ссылки, сколько бы их ни хранили, они до сих пор работают. И я могу сказать, что для меня удивительно, но за год объем ссылок у нас вырос. То есть, это действительно интересно, но вот эта реальность, да, как бы. Николай, Садовска уже нет в Яндексе, а у вас ссылки растут. Он же объявил, что ссылки не работают, все. Я брал у него интервью лично. Я опять же могу сказать, что как бы не так много работающих инструментов на рынке есть, и это один из тех инструментов, которые по-прежнему что-то позволяют делать. В принципе, работа с контентом, работа с проектом всегда будет оставаться востребованной. Это нужно делать, и будет тоже хороший результат. Вот так что, ну, в принципе, всем хочется пожелать удачи. Спасибо, как бы, что нашими продуктами пользуетесь, что стараетесь, что-то делать, давать нам обратную связь и развиваться, помогать нам. Супер. Ну что, друзья, с Новым годом! 2018 будет самым классным. Вперед! Мегаиндекс.ТВ. Мегаиндекс.ТВ. Играй. Мегаиндекс.ми true. Сline. Мегаиндекс. ТВ.